Берекелюй Рамазан, программа САМАСА В первую очередь, конечно, хотелось бы вас поздравить с этим священным праздником, со священным месяцем Рамазан. И в целом, хотелось спросить, как проходит пост, держите ли пост? Аль-Хамдуля, всё хорошо. Благо в этом году, ну это не первый год, до этого я уже держал. И в этом году я могу сказать, что Рамазан проходит очень как-то необычно. Потому что в кругу, сейчас у меня окружение таких братьев, мусульман, с которыми мы съездили. Вот после этого сейчас вместе на Узашар ходим, вместе сейчас проводим вечера, дни. И благодаря этим братьям в целом всё насыщеннее стало, и Рамазан такой значимый стал для меня. Раньше, если это было так, что, ну, пост держу вроде, да. Ну, есть какие-то ощущения такие, что этот, что, иман там, да, начинается наполняться, там, всё это, ну, такое, типа, отношение к Дуне, да, такое, ну, приглушается, и за счёт этого голодания, что начинается иман, там, повышаться. Вот эти ощущения всегда были, прошлый Рамазан, а в этот Рамазан, он прям особенный, это прям с таким стремлением, усердием, прям ощущается. И хочется вот это прям месяц плодотворно провести, и не теряя вот такая, ну, ни одного момента ей прям там намазы читать. Тахаджуд начал вставать, а раньше, да, раньше как-то это дополнительство намазов никогда, ну, там, не задумывался. Думал, пятикратные есть, ну, нормально. А вот благодаря братьям, которые подсказывают, которые показывают на своём примере, как всё это надо делать, и прям начинаешь, ну, мотивироваться этими, и думаешь, блин, не вправду. И, ну, классно, я вот рад, аль-хамбля, что именно всё это проходит так. Это вообще, какой по счёту Рамазан у вас? Ну, я не считал, ну, три раза я точно держал, а потом какой-то период, ну, перерыв был, и, ну, в целом, ну, не знаю точно. А с чем вообще была связана мотивация начать держать пост? Наверное, тем, что к исламу пришёл, что это один из трибуней мусульманин, где держать пост. Вот, и поэтому вообще я к ислам пришёл в студенческие годы. У меня одногруппники, мои близкие друзья, они, ну, один из них начал читать намаз, и он начал, ну, нам объяснять, что и как. Вот, и тоже пришёл к намазу, начал читать, но получился такой момент, что мы закончили, и, ну, каждый разъехался по своему направлению, и, а я ушёл, вот, шоу-бизнес. И, получается, там чуть-чуть, ну, и были отвлекающие факторы, и какой-то момент у меня был перерыв на намазе, хотя это очень, ну, нехорошо. Но, тем не менее, аль-хамдля, ну, зная, вот, ну, прочувствовав этот момент в исламе, да, какой-то промежуток в студенческие годы, и когда был перерыв, я вот, ну, внутренне даже ощущал, что мне, ну, мне нужно вернуться на самом деле, что там есть именно скрыто какое-то, да, ну, для человека спокойствие, какой-то внутренний достаток, а вне ислама, вне намаза, это, ну, это постоянно беготня, постоянно суета, проблемы, и не было вот этого разрядки, что, ну, там, успокоиться, отдохнуть, да, как-то выдохнуть. И вот это прям нуждалось, и, ну, слава Всевышнему, что, ну, пришел через какое-то время обратно к исламу, и, надеюсь, вот, ну, каждый раз дуа делаю, чтобы он не сбил меня с этого, ну, не сбил с пути истинного, чтобы я до конца своих дней, вот, был именно в исламе. А как вообще получается совмещать, да, вот, ежедневную загруженность с верой? Я говорю, знаете, вы, ну, знаете, поначалу прям казалось, что трудно. Ну, там, понятное дело, что, когда человек приходит в ислам, чайтан начинает работать на полную мощь, и там столько, ну, вроде, да, думаешь, блин, там, надо этот омовение делать, надо, ну, время, да, уделять, вроде этот, блин, не успеваю, вроде, думаешь. Поначалу было так, были сложности, думал, блин, вот так, вот так, и, ну, и по этой причине, наверное, и больше этот, когда в шоу-бизнес пришел, там, какие-то свои отговорки были, там, блин, там, съемки сейчас идут, я не могу отвлечься, ну, типа, я же не могу сказать группе, там, режиссеру, там, можно я там намаз прочитал? Хотя никто там не читает, ну, ребята там, кто свет ставит, наверное, читали, а, типа, я же актер, и, типа, перед камерой, и, тем более, там, грим делают тебе, ну, лицо все гримирует, и уже, ну, омовение брать тяжело, и такой, ну, себе какие-то причины, отмазки находил, типа, вот, тот, и на фоне этого, ну, все это подействовало, и как раз вот получилась какая-то пауза все-таки. Но сейчас все по-другому, на самом деле, ну, благодаря, я считаю, я думаю, что это все зависит от уровня имана, какой у тебя иман, и на самом деле, если у тебя, ну, прям, ты чувствуешь в сердце все это, и тебе никакие отмазки, никакие преграды, на самом деле, не помеха, на самом деле. А родные вообще как внеслись? Родные хорошо, а все, наоборот, радовались тому, что благодаря исламу, там, я, ну, не гуляю, не пью, там, не веду образ жизни, да, такого, ну, вольного человека, и, наоборот, благодаря исламу больше стал, там, обходитель, ну, обходительнее с родными, с близкими, с друзьями, более спокойно, сдержанно отношусь, и все это в жизни, в семье, все это видно, все это чувствуется, и, наоборот, все радуются. А среди родных есть вот тоже практикующие? Да, у меня мама читает намаз, да, она читает, вот, но хотелось бы, чтобы она еще больше усерднее делала это, вот, но, тем не менее, стараюсь, там, на своем примере что-то показывать, там, ну, маму вот так, вот так, вот так, Вот, но у мамы пока вот, ну, пятикратно она, аль-хамдуля, читает, вот, ну, хотелось бы, чтобы она прям еще больше там узнавала, интересовалась, вот, в будущем я надеюсь, что, ну, все это будет, делаем дуа каждый раз. У вас имя, вот, как раз, да, Тавакель Муслим Сабырович, то есть имеют явный, именно исламский, да, вот такой оттенок, вот, кто вообще, да, дал это имя, вот, с чем связано, это предки были тоже, видимо, да, практикующие, религиозные. Ну, не скажу, что прям 100%, на самом деле, просто проблема была в том, что у меня родители развились рано, когда я был еще маленьким, и с отцом я, ну, так не успел на самом деле много побыть, потому что 2010-го его не стало, вот, и так я моментами помню, когда я в школьное время, в детстве, там, на летние каникулы ездил в Шымкент, он родом из Шымкента был отец, и дедушку помню, его звали, вот, Муслим, но я не видел, чтобы он, ну, там, молился, но он был такой честный, трудовик, всегда работал, всегда своим трудом все делал, вот это я хорошо помню, вот, папу звали Сабыр, но он тоже, не скажу, что был религиозным, вот, но, тем не менее, я считаю, что здесь так получилось, что, ну, сам Всевышний, наверное, вот так определил, что, что все это было, и назвали меня вот Таукель, поначалу, на самом деле, я вот как-то смущался своего имени, в детстве особенно, когда бывало, там, с кем-то знакомишься, они такие, как, как, переспрашивают, и меня это прям, ну, раздражало, а потом, в дальнейшем, я, в принципе, когда уже более взрослый, я уже понял, что, на самом деле, имя, кажется, ну, влияет на судьбу человека, и вот, во многих ситуациях я всегда, вот, люблю рисковать, и прямо вот это все подтверждается, вот, и сейчас, ну, наоборот, я радуюсь, что именно такое имя, и... А окружение вообще, вот, именно среди вашего окружения, наверняка были люди, которые не религиозные, и вот после того, как вы начали практиковать ислам, какая у них реакция была, какое отношение? Реакция была, ну, разная, на самом деле, ну, некоторые, там, а, типа, ну, понятно, короче, ну, сколько, кто-то, кто-то, ну, искренне радовался, а кто-то, наоборот, там, типа, ну, посмотрим, типа, сколько ты, насколько ты, короче, станешь мусульман, насколько ты будешь придерживаться религии, вот, и кто-то с критикой, да, относился. Но самое главное, мои близкие, моя мама, моя родная сестра, тетя, вот, они нормально относятся к этому, и для меня это самое главное. И, в принципе, те друзья, которые, вот, есть определенный круг друзей, которые были до, ну, до, во время универа, где я учился, они есть, и есть друзья, которые сейчас в шоу-бизнесе. Ну, в шоу-бизнесе, конечно, понятно, что, ну, там так, чисто по работе, там, проект там сняли, там, закончили, и все, в принципе. Ну, знаем друг друга, здороваемся, кому какая помощь нужна будет, ну, конечно, помогаем. А больше у меня, на самом деле, в плане духовного и ближе к религии, это друзья из университета, и мы вот до сих пор вот с ними встречаемся, у нас месяц один раз мы проводим чай. Это, ну, встреча, мы все собираемся, черная касса, как говорят, кажется, у узбеков это называется, да, да, вот такого, да, 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 и как раз мы каждый месяц, чтобы друг другу, ну, там, часто видеться, хотя бы месяц один раз, вот, собираемся, делаем какой-то, там, ну, активности, кто в баню, кто туда, ну, по очереди, да, чья очередь, и тот решает. Вот, и прям эффект классный, вот, месяц один раз прям встречаемся, намад читаем, там, обсуждаем, разговариваем, еще в этом году мы, уже два года, как мы это делаем, в этом году мы, там, внедрили новизну, что чья очередь, например, он подготовит какой-то хадис или какую-то историю именно в теме ислама, и чтобы именно такие встречи наши были, ну, с пользой, с пользой. Вот, и сейчас вот так делаем. Машалла. Недавно вы совсем были на Умре, да, вот, чем было вызвано это решение съездить в Умру, и вообще, какие ощущения, как это произошло? Умра прошла великолепно, я считаю, что поначалу, конечно, какой-то момент у меня был, ну, до этой поездки была возможность съездить на Умру, но точно так же, там, какой-то проект выходил, какая-то работа, какие-то съемки, и прям, не получалось, я вот, планировал, и когда, ну, какая-то работа выходила, я такой, ну, этот, на работу уходил. И в этом году, прям, я, ну, у знакомых, у ребят тоже слышал, то это как приглашение Всевышнего, да, когда ты готов, Аллах тебя приглашает, и ты, ну, по воле Всевышнего, там, едешь на Умру. Ну, и меня прям это задело, я думал, блин, ну, в прошлом году не смог, да, ну, вроде планировал, но не получилось, и в этом году, вроде, ну, запланировали какой-то месяц, и даже до последнего момента не было понятно, получится у меня поехать или нет, и у меня такая прям мысль была, что, может, Всевышний не хочет, ну, чтобы я пока приезжал, и как-то, как-то тоже, ну, тревожило, на самом деле, думал, думал, и два делал, чтобы поехать, и прям за неделю уже с датой определились, как раз, и позвонили ребята, такие, вот-вот, все, едем. И как раз вот тот, ну, Жоломан его зовут, благодаря которому я вот поехал, ну, который был посредником, и он как раз сказал, что, блин, если это первое Умра, то очень важно, чтобы была, ну, правильная компания, правильная компания, правильные люди, и что это прям очень повлияет, и, а я не знал, ну, какая будет компания, кто будет, и как раз Жоломан сказал, давай подождем чуть-чуть, и как только определиться, я скажу, короче. И вот в феврале, в начале февраля он уже, ну, мне звонит, вот, там, в начале февраля уже едем, я такой, а, ничего себе, давай, давай. И как раз нету работы даже, вот, и такая пауза, такой, думаю, блин, ну, вот этот момент, наверное, настал. И такой, ну, хожу, думаю, и как раз уже, ну, перед вылетом встретились с ребятами, познакомились, ну, с кем именно поедем. Вот, познакомился с Алике, Алмаз Нуржан зовут его, очень добрейший человек, хороший человек. Очень рад, что познакомился, именно, что Аллах дал возможность именно быть с этими людьми, вместе провести умрум. И поехали, вот, были сначала в Медине, вот, там был такой, да, ощущение очень классное, умиротворение, спокойствие. И, ну, реально, тебя ничего не тревожит, никакие проблемы, ты обо всем забываешь. И еще благодаря ребятам, вот, которые были там, вот, это намного еще больше усилилось, что прям какие-то вещи, когда я даже не задумывался, наверное, о некоторых вещах. А там я переосмыслил все это, даже в плане дуа, например, до поездки на умру. Ну, я не понимал значения дуа, ну, насколько она сильна, на самом деле, что это оружие мусульмально. И я читал пятикратный до поездки на умру, ну, читал как надо, там, да, пятикратный намаз, делал дуа, но я, оказывается, не полагался на свое дуа. Я, ну, как-то стандартно говорил, там, о, Аллах, прости, там, там, обереги, там, от мучения, ну, гробу, там, да, от ада, да, там, дай нам джаннет. Вот такие просил, ну, это как будто было у меня шаблонно. Вот надо, типа, это сказать, без этого как-никак. А в дальнейшем какие-то конкретики я никогда не просил, там, ну, там, реши какие-то проблемы мои, да, реши, там, я не знаю, кто-то заболел, да, дай ему, типа, щипа, да. Я, оказывается, ну, только вот эти стандартные просил, ну, на ту жизнь, да, и не полагался, на самом деле, там, все закончил, там, дуа сделал, намаз просил. Почитал, и все дальше по своим проблемам, типа, я это сам решаю, короче, не Всевышний, а это я сам, типа, и как я там, типа, что-то сделаю, так, и, короче, ну, такой результат будет. А когда я вот поехал на Умру, когда вот с ребятами, ну, начали общаться, и Алике начал рассказывать, объяснять, да, что такое, что, как. И вот это я, когда увидел, ребят, что дуа, это, на самом деле, очень работает, и это, ну, ну, реальная вещь, что благодаря дуа, там, Аллах, если примет, то без проблем. Ну, ну, Аллах это, ну, даст тебе. И я такой, о, давай, короче. Ну, как там уже начал молиться, там, ну, дополнительно намазы начали вставать, тахаджуд, там, и там я начал просить, прям, о, Аллах, дай туда-сюда, дай это, дай это, дай то, дай то. Вот, и, Аллах, на самом деле, да, это даже внутреннее ощущение, прям, еще лучше становится. И 3-4 дня мы были в Медине, а потом мы уже поехали в саму Мекку священную, и первая встреча с Кабой, это, прям, незабываемая. Уже до поездки в Мекку, ребята говорили, что это, ну, такой момент, когда первый раз видишь и делаешь дуа, и это дуа, вот, безоговорочно принимается с Ивашним Аллахом. Я такой, блин, что просить, что просить, и ребята тоже подсказывали, там, лайфхак такой-такой, короче, типа, чтобы попросить Аллаха, чтобы после этого, ну, дуа, чтобы все мои дуа там принимались. В этом плане, да, и прям, все это, прям, думал, записывал, там, что, как, и как раз приехали, заселились, и такие, сразу же в этот вечер мы пошли, короче, на Кабу. И вот ребята вели, как раз, и поначалу, ну, каких-то чувств не было, на самом деле, ну, была какая-то, да, там, тревожность такая, да, небольшая, то, ну, увижу, увижу, да, там. А когда уже прям, уже голову опустили и ввели у нас, ну, вовнутрь, и начал, прям, переживать начал, и даже, ну, схожие ощущения у меня были, когда был проект какой-то один, и этот, с боксом связано. Ну, конечно, по исламу это неправильно, вот, ну, там, типа, шоу, и как раз, типа, перед выходом на поединок ты такой, там, ну, тоже волнение, да, такое, там. И точно такое же, но даже еще больше по ощущениям, ну, что, ну, самим Аллахом сейчас собираюсь встретиться, да, такое, блин, я думаю, и прям начало сердце колотиться, думаю, ё, как так? Так, и вот, был такой страх еще, и, ну, провели, остановились, я нафиге, типа, готово, готово, короче. А уже даже, несмотря, уже начал, ну, прям расчувствовался, расплакался чуть-чуть. Ну, классно ощущение, на самом деле, и именно в этот момент внутри прям было, что, насколько Аллах щедр, да, и Он милостив, что дал мне такую возможность, да, прийти в Кабу, ну, увидеть Кабу священную и помолиться там, и это прям, ну, классно прям ощущение было. А вот по ощущениям именно в Медине и вот в Мекке, эти ощущения, они отличались? Да, я могу сказать, отличались, потому что, наверное, в Медине более спокойно, и это, наверное, связано с тем, что там меньше было людей, наверное, из-за этого, потому что мы могли зайти там в Мечей, да, прочитать там намаз, джаматам, и не было такого спешки какой-то это, да, А в Кабе, священной Кабе, она чуть-чуть по-другому, потому что там людей больше, и ты пытаешься зайти в Мечеть, чтобы прочитать там намаз, и в какой-то момент ты, видишь, ну, закрывает все это, и ты, а-а-а-а, быстрее надо, быстрее, быстрее. И там больше такое движение, активности больше было на Кабе, потому что ты там рассчитываешь, там, там, сделать паломничество, да, там, должен там сесть на Мечеть Айши, да, там оттуда начинается, ты приезжаешь, и ты там начинаешь талап делать, потом Сафа Марва, и, ну, реально, вот такой режим был такой, бешеный такой, даже не успевали, я номер приходил. Чуть-чуть 15 минут там полежишь, и обратно намаз заходит, и ты туда идешь. Ну, хочется прям, хотелось по максимуму, потому что еще ребята говорили, что в Медине, что, ну, любое благое дело, оно, там, удваивается, в тысячи раз, да, там, а в священном Меке это на 100 тысяч раз, да, любое там намаз, да, там, и вот по максимуму старался, там, прям, больше читать, больше делать дуа, намаз, дополнительные намазы, и, аль-хамдилля, вот. И для меня, на самом деле, эта умрая прошла прям очень плодотворно, потому что после умрая ощущения, я помню, два или три дня, какое-то там подвешенное состояние было, что непонятно, да, ты вроде вернулся домой, и не можешь собраться с мыслями, да, с каким-то этим, что дальше делать, как будто ты, типа, тебя отрубили, ну, отсюда, да, и ты такой, блин, как начать, что надо, что надо, так, давай, давай, и начинаешь там, реально мне ушло прям три дня, пока я вот пришел в себя, и, типа, а, надо, типа, дальше жить, дальше работать, а там прям такую, да, безмятежность, тебя ничего не, ну, не отвлекает, не волнует, и все прям на одной теме, что все поклоняются, это, ну, это круто прям, и здесь, оказывается, началось там, типа, и даже глаза, оказывается, привыкают, когда все, даже женщины в хиджабе, да, там, всем покрыты, закрыты, а сюда приехали, так, и, фук, и начинаешь отвлекаться, думаешь, а, оставь его там, ну, типа, оказывается, здесь, ну, и даже Алике, ребята говорили, что настоящий умра начинается, ну, после того, как ты возвращаешься, реально, вот, вот так. Да, то есть, вы сейчас как раз говорите об этих всех состояниях, да, которые меняют человека, и вот, на ваш взгляд, вообще, роль веры в формировании личности? Я считаю, что огромное, потому что, вот, за это время, за свои 34 года, я понял, что, если человек не боится Всевышнего, то он не боится ничего, он может себе позволить все, что угодно, да, А если человек боится Всевышнего, то он никогда не допустит, там, да, даже в плане, например, власти, да, ну, скажем, да, политики, что он будет более ответственным, более, там, я не знаю, к своей работе, к обществу, к народу, да, будет что-то делать, чтобы, ну, все процветало, и не будет коррупции, на самом деле. Я думаю, что, когда в стране станет больше верующих, практикующих верующих, когда повысится уровень образования, я тогда думаю, что будет движение, прогресс, прогресс вперед, и это прям, на это надо прям такой большой акцент делать, вот, и что в дальнейшем я сейчас тоже хочу больше, именно в исламе, там, получить знания, конечно, по воле Всевышнего, в первую очередь, но если нет, и хочу еще дальше, там, ну, апгрейд себя делать, становиться лучше. А вообще, какие планы на будущее? Ну, также, наверное, продолжать быть в творчестве, заниматься актерской деятельностью, но сейчас хочу уже чуть больше, ну, это за рамки Казахстана выйти, попробовать себя в других странах, вот, в плане именно работы, это так, а в плане религии, вот, как я говорил, что хочу сейчас больше получать знания, и, наверное, даже думаю, может, образование какое-то получить, такое, исламское, может, вот, и подумаю, может, поступить даже куда-то. Посмотрим. Иншаллах. Иншаллах. Иншаллах пусть Всевышний Аллах поможет во всех ваших намерениях, вот, в достижении всех ваших целей, вот, защищает вас, оберегает, вот, во всех делах вас сопровождает, вот, и пусть Всевышний, помощь Всевышнего Аллаха, сп. Анаталья, всегда будет вместе с вами. И, наверное, наша передача потихонечку ближется к завершению, и, напоследок, хотелось бы, на ваш взгляд, вот, именно три таких очень важных совета молодёжи. Хочется, на самом деле, больше сказать. Но основные, наверное, бояться Аллаха, второе – это образование, быть образованными, просвещенными. Третье, наверное, быть добрым и с такой добротой относиться к родным, близким, к обществу, к людям, вот. Наверное, три вот этих основных я бы выделил. Арбитель – это важный такой элемент, да, для формирования личности. Да. А вообще, вот, как вера помогает выстраивать взаимоотношения с людьми? Ну, я бы сказал, что идеально, становишься более терпеливым по отношению к семье, к близким, к маме, к родителям. Даже в своей семье сейчас, я уже как женат, ну, четвертый год пошёл, и жена была вне религии. Но благодаря вот то, что сейчас она видит, да, какое, например, воздействие влияет на меня, ну, религия, она прямо сама начала интересоваться, спрашивать, что и как, вот. И вот мы с ней когда наедине, я всегда ей рассказываю, там, что сам знаю пока, вот. Все эти вещи, там, пересказываю, хадисы какие-то привожу, примеры, вот. И вижу, что она прям, ну, прям какой-то интерес есть, и я считаю, что в дальнейшем, иншаллах, я думаю, ну, что хочу, чтобы жена пришла именно к исламу, и я думаю, что тогда ещё больше, наверное, наша связь ещё укрепнет. И, ну, то, что описывается вот в вере, что, ну, взаимоуважение, вот это всё прям станет ещё лучше. В плане мамы, общение с мамой, это тоже прям кардинально влияет, потому что отношение к взрослым людям, особенно к родителям, ну, иногда бывает сложно, там, потому что они уже, ну, не молодеют, стареют, да, и чем старше они становятся, тем, ну, сложнее, да, в характере, там, да, они становятся как дети, да, там, обидчивые, там, что ты скажешь, они такие сразу, типа, ой, типа, ты мне так сказал. А благодаря именно исламу, что ты понимаешь, что ключ к краю в ногах у твоей мамы, и ты прям из кожи вон лезешь, чтобы угодить маме, чтобы она была довольна, и тем более у меня мама, она росла, росла, у меня родная сетра, нас двое, и она росла нас одна, родители развелись, и, ну, были сложности, ей было сложно, она постоянно на работе, ну, в детстве, что я помню, вот она не могла себе как-то что-то, дополнительно что-то позволить, да, там, сходить в какой-то ресторан, кафе, да, там, попутешествовать, да, купить себе хотя бы что-то, да, нет, она, она всегда, вот, дети, дети, там, надо работать, дети, и я благодарю ее за все это, и, конечно же, Всевышнего, что он не оставил нас, и вот сейчас я считаю, что моя задача первая, это сделать, ну, я еще не знаю, да, сколько времени осталось у мамы, но, тем не менее, вот, прошу Всевышнего, чтобы именно оставшаяся жизнь, чтобы мама провела удовольствие, наслаждение, да, чтобы те аспекты, которые она не могла себе позволить в молодости, чтобы я все это восполнил, и стараюсь вот каждый раз, когда у меня есть возможность, там, путешествовать вместе с ней, да, там, вот мы в Мекку ездили вместе, ну, мама второй раз, до этого я ее первый раз отправлял с подругой, она вот ездила, и для нее это вторая умра, иншаллах, в будущем, ну, я надеюсь, свозить ее на хадж, пока у нее есть силы, пока у нее есть возможности, я хочу ее свозить на хадж, и вот благодаря именно религии, что там описывается, какое там, да, наставление, что как нужно относиться к своим близким, родным, к родителям, и благодаря этому прям в семье такая идиллия, спокойствие, спокойствие, взаимопонимание, и, аль-хамдуля, я очень рад, я очень счастлив, что именно такое состояние у нас в семье, отношения, и каждый раз хочется возвращаться домой быстрее, да, там, быстрее увидеть своих детей, даже в плане детей, там, ну, тоже уже думаешь, в моем детстве никто мне, ну, не объяснял, да, в плане религии, да, что есть Всевышний, что, что мы, там, что он нас создал, да, что этот мир, там, временный мир, в детстве мне никто не об этом не говорил, я это, ну, знал только о студентстве, а сейчас я считаю, что, аль-хамдуля, у меня двое сыновей, и как раз уже с самого детства я буду показывать, да, каким должен быть мусульманином на своем примере, и, ничего, я думаю, благодаря религии, благодаря отношению, ну, идее в семье, вот это спокойствие, да, уюта, они вырастут хорошими гражданинами своей страны, которые в будущем, ничего, может, повлияют, да, на какие-то даже, может, моменты, что станут там правителями, да, и, возможно, ну, изменят, сделают нашу страну лучше, изменят лучшую сторону, вот, в этом, конечно же, ну, моя первая задача, это сделать, ну, дать им хорошее образование, воспитание и сделать хорошими людьми, вот, и все это благодаря, на самом деле, вот, религии. Ну, пусть Всевышний Аллах поможет во всех ваших делах, начинаниях, вот, воспитании детей, да, действительно, пророк Мухаммад Сааллах сам говорил о том, что наилучший из вас это тот, кто максимально полезен для своего общества, поэтому хотелось бы действительно искренне пожелать, чтобы ваши дети выросли достойными гражданами своей страны и принесли максимальную пользу не только для одной страны, а, возможно, даже для всей, для всего мира, вот, и действительно изменили все к лучшему. Вот, мы находимся в священные дни месяца Рамазан, поэтому дуа, совершенные в этот месяц, они имеют особую значимость, вот, и беспрепятственно, да, принимаются Творцом Всевышним Аллахом Сапана Аталия, поэтому все ваши цели, все ваши мечты, и все ваши намерения, связанные с хаджем вашей мамы, с воспитанием детей, с самообразованием, да, получением исламских знаний и так далее, пусть Всевышний Аллах это все примет как дуа, вот, и поможет в реализации всех поставленных целей и задач, вот, максимально облегчит, пусть сопровождает вам во всем всего самого наилучшего вам, вашим родным, близким, вашей маме, вот, вот, пусть Всевышний Аллах будет вами доволен за ваш труд, за ваше усердие, хотелось бы искренне поблагодарить вас за то, что вы уделили свое драгоценное время, приехали в студию, согласились с нами провести такую очень прекрасную, очень добрую духовную беседу, вот, поэтому еще раз благодарим, спасибо большое, вот, и дай Аллах благо всем нам, всем верующим, пусть Аллах примет пост всех постящихся верующих в эти дни во всем мире, вот, Аллах говорит, что все верующие братья, поэтому мы искренне в эти дни молимся за всех мусульман всего мира, вот, чтобы Аллах Суханават Аля принял пост, принял дуа, вот, сделал жизнь верующих лучше, вот, и чтобы Всевышний Аллах Суханават Аля сопровождал каждого верующего во всех его делах и намерениях. Еще раз хотелось бы напомнить, что мы сегодня в гостях в Алмате, вот, и сегодня в студии гостем нашей передачи был Тавокель Муслим, вот, мы благодарим еще раз его за то, что он согласился прийти и провести такую знаменательную, очень насыщенную духовную беседу вместе с нами. Всем в эти священные дни месяца Рамазан желаю блага, пусть Всевышний Аллах примет пост всех верующих всего мира, пусть Аллах Суханават Аля примет все наши дуа, все наши поклонения, которые мы совершаем в эти священные дни, в этот священный месяц. До новых встреч, всем ассалам алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуха. Берекелюй Рамазан, программа Сы.